Французский романист и драматург современной эпохи Книжный обзор известных романов Марка Леви Марк Леви успешный и талантливый писатель родом из Франции В молодые годы Марк совершенно не задумался о литературе Он был страстно увлечен работой и бизнесом Он сумел открыть несколько удачных и прибыльных компаний Как во Франции, так и в США Многие события и случаи жизни семьи Леви Стали основой для будущих романов Марка Благодаря упорной работе его ждал настоящий литературный успех Представляем вашему вниманию известные книги Марка Леви Идея написать первую рукопись пришла совсем неожиданно Леви каждый вечер сочинял небольшие рассказы для своего маленького сына В какой-то момент он ощутил потребность записывать свои мысли на бумаге Марк стал посвящать работе над будущей книгой Все свободное время И так появился роман «Между небом и землей» Поразил необычайным сюжетом и силой чувств, способных творить чудеса Однажды поздним вечером в квартире одинокого архитектора Появляется красивая незнакомая девушка Которая оказывается привидением И только он может ей помочь Но и он был бы бессилен перед смертью Если бы не любовь Права на экранизацию романа приобретены Стивеном Спилбергом Фильм поставлен одним из самых модных и популярных режиссеров Голливуда Марком Уотерсом «Дрянные девчонки», «Чумовая пятница» В главной роли Рис Уизерспун, «Блондинка в законе», «Шоссе, стильная штучка» Через год был выпущен роман «Где ты?» Что нужно человеку для счастья? Способна ли взаимная любовь удержать от поисков смысла жизни? «Где ты?» Психологическая драма Красивая история любви Роман о том, что каждый выбирает свой путь Хотя многое в жизни предопределено детскими мечтами и кошмарами Главные герои Филипп и Сьюзен могли бы стать идеальной парой Когда их детская дружба переросла в серьезную любовь Но некая сила заставляет девушку бежать от семейного благополучия на край света Что обретает она среди беснующихся ураганов и их бесконечных жертв? Куда уводят мечты и какова их цена? События развиваются на фоне реальных войн и природных катаклизмов Которые подчеркнут хрупкость человеческого существования А после него еще одна сенсация Семь дней творения Семь дней творения своего рода притча Но притча очень веселая Бог и дьявол, чтобы решить извечный спор добра и зла Посылает на землю двух своих агентов Софию и Лукаса Которые даются семь дней и семь ночей У каждого свое задание Им позволено все Кроме одного им нельзя встречаться Да они не знают о существовании друг друга И вот однажды Сам автор не считает себя писателем Он считает себя просто рассказчиком Но миры, которые он создает, полны волшебства и надежд Следующий роман, который вышел Она и он Пол выпускает дебютный роман И покидает Сан-Франциско ради Парижа Пишет дальше, организует встречи с читателями Но при этом он ужасно одинок Мия в спешке покидает Лондон Бросив неверного супруга И находит спасение у подруги Мия случайно регистрируется на сайте знакомств И решает встретиться с Полом С которым начала переписку С этой встречи жизнь главных героев Превращается в глубокую проблему Уйти, чтобы вернуться Эндрю Стилмин, успешный репортер Сумел достичь больших высот в карьеру В издании New York Times Его статьи читаемы популярны И этот факт вызывает жгучую зависть У других сотрудников Подготавливая материал для новой статьи Эндрю в процессе журналистского расследования Пересекается с опасными людьми Как-то раз в ходе утренней пробежки На него нападает злоумышленник Получив смертельную рану Он лишается чувств А придя в себя Понимает, что попал на два месяца в прошлое Судьба дает ему еще один шанс Необходимо только отыскать убийцу Другое счастье Агата совершает побег из тюрьмы И теперь ей предстоит опасная гонка За свободой и независимостью Ее вынужденной спутницей оказывается Милли И буквально в одно мгновение Стабильная жизнь девушки кончается Делительный и опасный путь Через всю территорию США Приводит их к разгадке давней тайны Которая погубила жизнь главной героини А Милли понимает Что знакомства со странной незнакомкой Не было совпадений Те слова Что мы не сказали друг другу За два дня доброго сочетания Джулии поступает звонок От секретаря ее отца Энтони Уолша Как она и предполагала Отец Преуспешный бизнесмен Но настоящий эгоист С которым она уже долгое время Не поддерживает общение Не приедет на церемонию Однако на этот раз Энтони нашел поистине Невероятный предлог Он скончался Джулия снова замечает Трагикомическую особенность Лучившись Отец всегда врывался в ее жизнь Срывая все планы В один миг предстоящая свадьба Обернулась похоронами Но это как выяснилось Не единственный сюрприз Который был приготовлен Джулии отцу Встретиться вновь Это роман продолжения Между небом и землей И возвращает нас К персонажам Именно этого романа Приглашая в новые приключения С их участием Это романтическое Полное очарование И головокружительных коллизий История наполнена искрящимся юмором И неожиданным поворотом сюжета Роман «Дети свободы» Который был выпущен тиражом 400 тысяч экземпляров Создан на основе реальных воспоминаний Отца и дяди писателя Которые будучи мальчишками Участвовали в тайной борьбе с оккупантами В ходе Второй мировой войны Дети свободы Это юноши разных национальностей Испанцы Венгры Поляки Чехи Евреи Чьи родные бежали по своим причинам Во Францию Которая стала для них Новой родиной Желая жить в свободном мире Они организуют в Тулузе Интернациональную бригаду Которая соединилась с движением Сопротивления В качестве независимого Отряда События этой бурной и опасной Уличной войны Написаны от лица Главного персонажа Книги Жанно Одного из немногих Выживших бойцов бригады Книги Марка Леви Сказочно прекрасны После прочтения Его романов Остается какое-то Легкое Послевкусие Марк Леви Именно тот писатель Который умеет Заглядывать в душу читателя Своими героями Своими историями Нет, я не говорю Что его книги нравятся всем Просто лично для меня Они шедевральны И поэтому Соломбальская библиотека Советует Марка Леви Прочитать Может вам понравится Ждем Новых Его работ Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова